Я запрошу Александра Исаченко, который расскажет нам про мобильный панкет. Александр? Я не очень люблю микрофоны. Всем слышно сзади? Нет? Окей, тогда мы с микрофоном. Меня зовут Александр Исаченко. Давайте вначале расскажу о себе, почему я вообще здесь и почему вам, наверное, будет интересно меня слушать. Последние два года я занимался разработкой digital компании и стратегии в рамках рекламного холдинга DW Group. Это один из крупных холдингов рекламных на рынке Украины. И работал участницей рекламного ингенса Advert.ua, потому у нас будет есть логотип такой. Работал с такими брендами, как Unilever, это EXona, Axe, DAF и так далее. С черниговским, Стеллар Туай, ну и разрабатывал им разнообразные рекламные кампании digital, кросс-медийные, ну и частично затратилась у нас мобильная тема. Свой доклад вообще построен таким образом, что вначале я буду рассказывать, вопрос, наверное, лучше в конце задавать. Но, как, наверное, на всех интересных конференциях, я хочу общаться с аудиторией, буду задать вопросы и хочу, чтобы мы на них активно отвечаем. Давайте по порядку расскажем, что у нас сегодня будет. Вначале, чтобы у всех была у нас единая картинка, мы понимаем, что такое мобильный маркетинг, да, с терминологией. Дальше пробегусь быстро по цифрам мобильного маркетинга Украины, дальше инструменты и немножко тренда. Окей? Поехали. Мобильный маркетинг. Что это, как вы думаете? Продвижение мобильных приложений. Хорошо, дальше. Совокупность инструментов. Совокупность инструментов каких? Продвижение. Для продвижения мобильных приложений. Исследование потребностей пользователя. Это, например, статистика, ресерс, то есть, ну да, это одна из составляющих. Еще? Окей, давайте дальше. То есть, если обратиться к Википедии, то мобильный маркетинг – это комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение товаров или услуг средствам сотовой связи. Как по мне, это предельно достаточно старое, то есть, если аргументировать, апеллировать к нему, то вот мобильный маркетинг на данный момент – это вот это, да? То есть, это телефон, смартфон и сим-карта. То есть, то, что может идти, продвигаться способом, средствами сотовой связи. Когда я создавал презентацию, кстати, презентация была у нас внутренняя презентация для холдинга, для креативщиков, я вот пытался понять, что рассказать аудитории, то есть, креативщикам, которые разрабатывают рекламные компании для, наверное, самых крупных брендов в Украине, да, там, для Тейстара, да, то есть, чтобы им было бы интересно. И говорить, что вот мобильный маркетинг – это, ну, не совсем правильно. Потому я пошел дальше, и все-таки мне кажется, что мобильный маркетинг – это не только смартфон, телефон и сим-карта, это Wi-Fi, это планшеты, это какие-то гаджеты, которые помогают человеку быть мобильным. И исходя из этого, то есть, мне кажется, что мобильный маркетинг – это все же комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение в центре которых стоит мобильное устройство. То есть, это может быть как телефон, как смартфон, так и Google Class также относится к этому всему. Быстро по цифрам. На данный момент, точнее, на момент, в конце декабря в Украине насчитывается порядка 57,5 миллионов активных устройств мобильных. Это не пользователи, то есть, у одного человека может быть 2 или 3 телефона, некоторые карточки теряются, но это данные операторов. Если говорить по смартфонизации данной базы, то у нас лидирует МТС, у них 17% данной аудитории используют смартфоны, и если говорить в количественном соотношении, то это порядка около 4 миллионов человек. Операционные системы. 4 миллиона в 7 есть? Еще раз. 4 миллиона в 7 есть? Симбай лидирует, как бы, и 46%, скорее всего, это на момент последнего квартала 2012 года. Немножко изменилось, но не думаю, что сильно. Если говорить по поводу распределения среди мобильных операторов, опять же, Симбай ведет. То есть, данную информацию все-таки посмотрите, вы изучаете более детально. Перейду больше дальше к кейсам. По поводу активности аудитории. У нас самое активное – это пользователи Apple устройств. Они в два раза более активные, чем даже те же Samsung или Nokia. То есть, меряется это Gameus Ranking, это счетчики, которые установлены на самых популярных сайтах. И данный счетчик считает, сколько пользователей, с каких устройств посещает данный сайт. То есть, максимально активно пользуются устройствами – это все-таки Apple пользователи. По поводу того, что люди делают с помощью мобильного телефона, точнее смартфона, это 70% из активных пользователей интернета они серчат. Дальше 60% пользуются Google, 59% пользуются application и 46% соцсетями. Ну, соответственно, это исследование внутричнего нашего холдинга, B6, который тоже продается в нашем рынке. По поводу рекламных инструментов. Когда я собирал, я пытался понять, как собрать очень много разных инструментов с разных источников, и как это систематизировать и донести людям, чтобы это было максимально просто. То есть, я разбился в инструменты мобильного марки, которые бывают с интернетом, без интернета, и что-то среднее между интернетом и живым, ну, жизнью человека, который воспринимается все-таки на физической плоскости. Без интернета – это SMS и MMS. Голубой столбик у нас показывает сам инструмент, зеленый показывает, какую функцию он выполняет в рамках рекламной кампании. SMS и MMS – это информирование. Авиар – это система вулкал, когда он перезванивает вам на телефон. И даже не перезванивая, это когда робот общается по определенным сценариям с вами. Он решает проблему интерактива и обратной связи. Если говорить про интернет, это сайты-приложения, которые позволяют информировать пользователя и интерактивность водителя в жизнь, контекст и медиаподдержка – это трафик. И фиджитал – это разнообразные QR-кода, NFC, дополнительная реальность и диджитал девайс. То есть, в принципе, почти у всех у них идентификация и интерактив. Плюс диджитал девайс. То есть, тут абсолютно все, что может прийти в голову, и те задачи могут решать. О них поговорим позже. По поводу кейсов, мобильного маркетинга. То есть, можно говорить о инструментах, но лучше все-таки смотреть их с точки зрения практичности применения. Недавно акция, которая была в начале 2013 года, насколько я помню, это Kinder запустил SMS-акцию с Сильпо, с Фозикруп, где основная задача была поднять продажи данного продукта, данной сети. Что они сделали? Какое решение? То есть, они продавали продукцию, и если в чеке есть три наименования данного продукта, то пользователь отправлял данный код чека уникальный на специальный маркетинга, и среди тех, кто отправил, разыгрывались айпады вторые. Итого приблизительно 5 тысяч регистраций, соответственно, умножить на три покупок, то есть, 15 тысяч покупок за месяц данного продукта. То есть, это то, что официально, в принципе, можно будет посчитать, в принципе, достаточно выгодная история. Далее. То есть, смотрите, здесь еще можно оценивать, что сколько стоят айпады, сколько они заработали на этом, но также не надо забывать о том, что пробраться в Сильпо и поставить там свои рекламные баннера, это тяжело. Но данным инструментом, они, по-первых, информировали, Тиндер проинформировал аудиторию, напомнил о себе, это медийный инструмент, плюс билежки в продаже. Далее. То есть, то, что рассказывал Волкол. Волкол достаточно новый, интересный инструмент на нашем рынке украинском, плюс-минус используется в России и достаточно неплохо используется за рубежом. Данную технологию использовал клиент Dijus, когда выводили новый продукт дешевого общения, там, лисеншинбайс по 0 копеек в рамках себя, для студентов был тариф. Что они предложили? Они разработали промо-сайт, который состоял из интерактивного обращения, где человек регистрировался, он оставлял свои данные, имя и телефон. Дальше по механике, когда он заполнил эту форму, идет звонок автоматический, где пользователь получает информацию, то есть, герой в видеокартинке обращается к нему, выполни какое-то действие, веди ответ, ну, там, код, и ты придешь к следующему действию. Таким образом, пользователя отправляли на сайт, на мобильное приложение, в соцсети, он искал там подсказки, заполнял, и после этого всего получал там возможность выиграть смартфоны. То есть, очень, как по мне, эффективно и эмоционально. Также волковый инструмент наших российских коллег, новогоднее выступление, где известная российская артистка, которую я не знаю, она в видеоформате обращалась к аудитории, то есть, вы заходили на промо-сайт, создавалось ощущение, что вы на концерте, вы заполняли более телефон и имя, далее, когда в это прочитанный, то есть, идет видеоряд, в котором девушка поет, как будто на концерте это все, потом она говорит, секундочку, я сейчас позвоню и поздравлю своего там хорошего друга с Новым годом, и, соответственно, у вас телефон звонит, вы берете она, то есть, в реальном времени на экране у вас поздравляют вас, вы это слышите сразу же в телефоне, и потом она отходит и там показывает на баннер, который за ней стоит, и говорит там, по дорогой друг поздравляю тебя. Безумно приятно, безумно интересно и креативно, как по мне. Далее, баннер. Достаточно стандартный инструмент в любой медийной компании, который, с одной стороны, может подумать, как это связано с мобильным маркетингом. То есть, но все-таки все самые интересные решения, они рождаются на стыке форматов, и отличный пример, когда баннер и его пол, когда Алексей Чатов, известный российский актер, приглашал аудиторию, друзей, ну, вообще людей, которые как-то связаны с фэшеном, там, дусовки, на очень крутую вечеринку. То есть, как это происходило? В определенный день, то есть, как правило, это уикенд, пятницу или субботу, запускалась медийная компания на фэшн ресурсах, где пользователь, ну, это баннера, где пользователь надо ставить номер телефона свой, вести капчу, и через какое-то время тоже фавор дится на видеообращение, где он также тебе звонит и в прямом эфире передовой экране он тебя приглашает на вечеринку и рассказывает, где сегодня самая крутая вечеринка. Это было реализовано для одного из алкогольных брендов. Фавор был очень сильный. Много писал об этом в разных СМИ и на форумах обсуждали. Далее. Мы поговорили о каких-то более, наверное, медийных инструментах. И сейчас перейдем к мобильным приложениям и мобильным сайтам. Для того, чтобы понять, что лучше выбрать, надо все-таки посмотреть функциональные характеристики, что позволяет делать мобильный сайт, какие задачи решать и какие задачи помогает решить мобильное приложение. Мобильный сайт совместимость. Отображается в браузере мобильных устройств. все зависит от мобильного телефона. Естественно, если у вас СМИ черно-белая, старая, вы скорее всего не будете пользоваться. С другой стороны, если у вас даже СМИ, вы не поставите мобильное приложение. Мобильное приложение, все-таки им надо более умное железо, чтобы поставить и функционально наработало. Потому что, как по мне, мобильный телефон в целом, это железка. Не важно у вас СМИ, Android или Apple устройство, но все-таки оно решает какие-то бизнес-задачи. В частности, для меня мобильный телефон это способ установки приложения, который помогает решать мои какие-то ежедневные задачи. Условно говоря, почта, календарь и так далее. Если мне предложили выработать с Nokia, то я спросил, смогу ли я поставить какие-то приложения. Есть ли там рынок приложений, который решает мои задачи. Дальше, охват аудитории в мобильном сайте. Все устройства, имеющие выход в интернете, мы можем охватить их. Тут только смартфоны и планшетные компьютеры в мобильном сайте. Перераспользователи не требуют скачивания и установки. Ну, просто использование. По поводу мобильного, то есть, все-таки есть барьер поставить его. Доступ к телефонной функции. Доступ к функциям телефона. Ограниченный набор функций телефона. Если мы говорим о мобильном приложении, то можно получить практически все. То есть, управлять телефоном. Работа оффлайн сайт невозможен в приложении возможно. Иконка на экране. Сайт в принципе возможно просто вынести как страницу. но об этом никто не знает. Мобильное приложение возможно. Поддержка графики сложной, что тоже важно очень для пользователя. Плохо поддерживает тяжелое изображение. Мобильное приложение практически везде в зависимости от этого функции. По рекламным кампаниям для использования мобильного приложения или мобильного сайта. Отличный пример это рекламная кампания Свитача, в котором пользователю предлагалось сканировать QR-код, который был нанесен на упаковку на самом продукте, где пользователь попадал на мобильный сайт, где оттуда он мог отправить другу какую-то интересную открытку в соответствии с продукцией, которая символизировала с определенным препаратами, сейчас уже не помню какими. Плюс там же можно было получить информацию о городе Львове, что стоит посетить, куда сходить, плюс туда ссылка идет на приложение, которое сидит под голову. Цифр нету, но кейс интересный. Далее, мобильное приложение, которое было запущено, если не ошибаюсь, в Канаде, это решение, там у них достаточно тяжело, напряжно курить, там все-таки следует закон, как у нас, и курить можно только в определенных местах отведенных. Какое решение придумал бренд Сигаретный? Они нанесли на упаковку QR-код, по которому ты мог сканировать приложение, и на приложение на карте были установлены места, отмечены, где может человек покурить. То есть была геолокация, и человек смотрел. У меня очень удобное и интересное решение. По поводу мобильных приложений, на момент мая в Apple Store количество приложений превысило 775 тысяч, и загрузок выше 40 миллиардов. Насколько я помню, Android последние данные делился, и там приложений более одного миллиона. Ой, миллиона. Нет, правильно, миллиона. Если есть данные, там поделитесь, интересно, будет тоже ставить. по поводу нашего сегмента украинского. В нашем сегменте iTunes выдает, что у нас самая популярная это выборка из iTunes, самая популярная в iTunes. То есть самая популярная это соцсеть, это 6 приложений, которые связаны с соцсетями, музыка 4, произведительность 3. То есть тут можно сразу понять, что более востребованное. То есть можно сделать очень классные приложения, игры и так далее, но они все равно не сравнятся с соцсетями, с Facebook, с Contact, с Force Quack, которые люди пользуются каждый день и там они помогают общаться с окружающим миром. Игр тут в списке нет вообще, да? Развлечения. Игр, игры. Развлечения. Да, развлечения есть и это здесь нет. Сейчас просто тут надо посмотреть, что относится. То есть я смотрел, исходя как они классифицировали и развлечения это вот ну то есть вот оно есть, как бы тут я уже не помню, что относится туда. Да, здесь игр на самом деле нету, я не вижу ни одной игры. Это просто по категории, конечно, топ. это выборка из топа iTunes, который предлагает сам iTunes. И вынесено более катализированное понять, что более востребовано. Далее, наверное, самый интересный слайд, который я все-таки придумал, как его сделать, как описать возможности мобильного приложения людям, которые так понимают, которые каждый день пользуются мобильным телефоном. То есть, как и у меня, вот iPhone, это вот как человек, все-таки продолжение его. И он все-таки, наверное, даже лучше человека в каких-то моментах. Он не подводит и более функциональный, ты четко ожидаешь от него все. Что я понимаю? То есть, у iPhone есть мозги. Это центр обработки данных, который работает стабильно, хорошо, ты можешь прогнозировать, как он будет работать. У него есть выход в интернет, что позволяет ему быстро получать информацию, которую тебе надо и с ней как-то взаимодействовать. Далее, он может слушать, он может говорить. с тобой. Он может видеть. Причем, он может видеть фотографии, подисканировать что-то. То есть, это разные функции. У него есть акселерометр. То есть, он может понимать, где я нахожусь и как я нахожусь, в каком положении. Он может в следующем принципе GPS поймать, где я нахожусь, определять место и быть каким-то компасом. И у него есть, наверное, самая на данный момент недооцененная функция, это порты подключения внешних гаджетов. Это два. Это, забыл, как называется, порт для наушников, миниджек, да, и внизу, то есть, для зарядки. В котором можно получать все что угодно и использовать дополнительные возможности для того, чтобы решить возможность телефона. Сейчас у нас будет немного интерактива. Я вам покажу видеокейсы и хочу, чтобы вы немножко активировались и сказали, какие из данных инструментов были использованы в этих кейсах. и Продолжение следует... 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 да дальше интернет не нужен на странице вас он неизвестен он неизвестен интернет микрофон интернет микрофон камера которая сканирует это все дело если мы говорим в рамках видео камера не нужна есть вторая история это постер где нет аудио ряда графика где отображение происходит вот таким вот образом то есть камера микрофон интернет центра работки данных постеры были такие считывались по данным маркерам причем насколько они маркера были разные и под разное белье под разные киви жёвы то есть вопрос придумать какую вещь может только тот человек который понимает функциональные возможности с телефона и как это все связать с брендом в мобильном маркетинге еще есть парочка кейсов тоже как у меня один из интересных песен и так и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь все же мы раньше говорили о каких-то крупных брендах с хорошей промо-поддержкой, большими бюджетами. Тут все же, наверное, как коллеги говорили ранее, маленький локальный бизнес, где осталась задача повышения продаж и донесения основного там мессенджа. Типа что наш продукт очень эмоциональный. То есть решение видели это мобильное приложение, которое позволяло пользователю, скажем так, зачекиниться в небе, где он отметился. Я сразу вам рассказывал, что там было, я сразу вам рассказывал, что там было, за чекиниться и сразу, чтобы это все ушло со всей сети. Что здесь было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие технологии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акселерометр, GPS, интернет. Акселерометр здесь зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 потому что здесь есть две части, типа аппаратная и серверная еще. Как видели, весь контент, который публиковался в соцсеть, был с описанием, то, что заложил сами программисты, плюс на всех фото был логотип данного аэродрома. Все-таки давайте расскажу, что тут было. Здесь была камера, GPS, интернет, центр обработки данных, плюс тут, я уже потом понял, когда это сделал, рассказал, здесь еще есть Wi-Fi. В данном кейсе использован Wi-Fi. Кто внимательный, кто заметил, зачем он там? Ну, когда приземлились, а мы отправляем. Нет. Для точности код донат. Для точности код донат. Нет. Он абсолютно никак не связан с интернетом. Или на шайф? Нет. В соединении с другим кодеком появляется. Правильно. Как вы видели, телефон был у пользователя на руке, но камера GoPro была у инструктора. И связь была, да, то есть нажал, окей, снял, и сразу отправился. То есть вопрос, как применять стандартные технологии, которые у нас более стереотипные, как использовать в нестандартных форматах. Как бы задержим Wi-Fi к адекту интернета решение. И последний кейс. Я уже не помню, что это. Нет, я вам его не покажу. Потому что это настоящий таблигар. Далее, кейсы, которые мы реализовывали в рамках рекламной кампании, тоже достаточно перспективное направление на данный момент, это мобильные журналы, где данный рынок растет сейчас. Данный рынок очень сложный. Его сложно монетизировать, но все-таки он растет. Я в него мало верил, до того, как потом не знал, что сейчас на сряде знаний все-таки онлайновых и оффлайновых пытаются выходить все равно туда. То есть, что мы делали? Как вообще используется данный инструмент? Есть обычные СМИ, которые люди постоянно скачивают, журналы, но их можно также брендировать, как и обычные сайты. Но интерес в том, что они могут быть более интерактивные, более приятные, людям нравится тапать это все дело и как-то вовлекаться. То есть, мы реализовали для НБЭВа, все-таки мы реализовали для Сегмара, насколько я помню, кроме Рогани, это не целевая. Ну, то есть, интересная штука. Быстро поигрывать по трендам. Тренды, которые сейчас мы видим, это опять же, опять на нашем рынке журналы. Это геймификация, мобильные программы лояльности, гаджеты для мобильных. Кто-то рассказал уже, геймификация, это когда ты вытекаешь в рамках хода бизнес-решения, там, используешь мобильное приложение, где, ну, грубо говоря, играешь с пользователем, он выполняет какие-то действия, и ты получаешь за такие-то бабы, это все перетекает в мобильные программы лояльности. Реализованы есть кейсы, потом могу я рассказать о них. И последняя история, которая, по мне, очень интересна, это добавление разнообразных гаджетов в мобильный телефон, который расширает его возможности. Первое, видеопоставка для общения, сейчас быстро просмотрим очень. Второе, это мобильный проектор. Третье, это измеритель скорости ветра. Непонятно, зачем нужен, но люди сделали, и, в принципе, вполне можно использовать разнообразных рекламных компаний. Тут две минутки, и все. Это видео-то кикстартера. Думаю, все знают, что это такое. Здесь то, что были раньше ребята, есть проблема, и люди поняли, как ее решить. Это аппаратная программная часть, которая позволяет дистанционно управлять положением камеры человека, который является зрителем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это то, что она способна. Просто пальцем на экране, и Галилео реакции. Тотографы и синематографы, всё, что из тайм-лапсов и анонимных проектов, было более интересным. И очень круто, что мы делаем это, и решение, как это сделать. Фотоаппы, видео apps, facial recognition apps, game apps, really the possibilities are endless for what Galileo can do. So that's Galileo. We're really close to bring it to market, but we need your help. We hope you'll join us. Видео для Kickstarter, спрашивали, как на эти деньги продвинуть продукт. То есть, не успел прокомментировать. Также есть сообщества комьюнити, которые есть в форуме, есть специализированные истории. Тот же Kickstarter. если ваш продукт действительно полезно решать какую-то бизнес-задачу, и у вас нет денег, то это отличный способ пристейла. Во-первых, собрать деньги, прорекламировать, и чтобы люди сами ещё рассказали об вашем продукте. Меня уже просят закрывляться. Следующая тема. Минутка себе, я уже не работаю в адверте по рекламам, но консультирую. Если вам надо что-то продвинуть, можете обращаться в адверте. Я сейчас занимаюсь организацией каворкинга на Барли. Кому интересно поехать на Барли на зиму? В коллагерах пообщаемся. Спасибо вам. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что вы слышите.